Это правда что Ванька сказал? Что? По поводу контракта, что расторгать собираешься? Да, после всей этой фигни, да. Вот и какой фигни? Ну, какой-то рапорт собираюсь написать 3-го числа на то, чтобы на отказ идти, ну типа дальше здесь находиться, потому что есть вариант того, что либо нас будут менять частично, либо нас это еще на 3 месяца держит, а там может быть еще и больше. Это военное положение? Ну, я понимаю, что это военное положение, я постоянно обстрелываю, все это стритба, блин, полеты, мировые, все это все, все это все. Не спишь или что? Или тебя психологически давит? Ну, психологически, можно так сказать, давит. Я понимаю, что у вас, как говорится, не навсегда могут поменять там, что обратно не вернетесь, но хотя бы там на 10-15 дней отпустят отдохнуть, просто прийти в себя. Ну, не на 10-15 дней, нас привезут и отпустят в отпуск сразу. Мы уже больше не поедем, потому что нас и команда уже не хочет больше сюда ездить. И Камго сказал, что больше клинградские войска сюда ездить не будут. Ну, потому что там они укрепляются. Ну, где? На Балтийском море, если только. Да. Я тебе говорю, что просто в Калининграде там идет укрепление, потому что между это, ну, там граница с Польшей. Я знаю. Поэтому ждите, когда вас поменяют, говорю. Я, конечно, очень хочу, чтобы ты вообще, ну, как бы, приехал и бы, чтобы не ездил. Да, я сам туда больше. На следующий раз буду просто отказываться, если буду говорить такое фильме. Нам-то, блин, только... Ну, просто не подписывай никакие больше бумажки и все. Нет, смотри, нам толком сказали, потому что движуха вся вот эта начинается с этим, типа, с этой всей фигмой. Вот. И нам не сказали то, что мы едем, но нам просто сказали то, что, типа, вы едите в комбинировку, типа, в поля на Чехово. Ну, мы такие думали, ну, ладно, фиг с ним. Говорят, у вас есть 40 минут, чтобы загрузиться. Если загрузились, я был в ужасе, я бы нифига не понимал, что происходит. И сюда люди уже сказали, что мы именно направлены такой, да, пиздец. Обсираем всех наших полковников, блин, потому что они уже на натуре охраняли. Просто, я бы, просто тоже, блин, информация, как мы сказали, то, что если приедет 79-й полк сюда, то мы, скажем, что мы вместе с ними пойдем на вступление в сторону Харькова. Тут большинство самих окажут и уже пытаются смутаться, ну, типа, смутся отсюда самовольно, через границу в Россию. А сейчас там 10 человек, и Урал готовится. Вот, уже пытаются, типа, наготове. В случае какой-нибудь хрени сразу выбрали, выскочить и ехать, чтобы об этом делать, да. Там уже и в канистр набрали тоже солярки, поставили, журкузу, подготовили. Я с ними поговорю, если что, меня по пути подхватит. Я с ними не смутаюсь. Они будут считать это как диверсия. У нас, он парнишка, типа, сержант уже отсюда смотался, он в легковушке уехал отсюда. Ну, на, это, отобранную укропов, типа, машина. Он пересел границу, сдал автомат, все это броню, оружие. Приехал домой, а у него даже дело завести не могут, потому что, ну, это как бы считается диверсией, но не могут завести никакое дело, потому что у него нет никаких, типа, заморочек, все фигни, уголовки, ничего. Они не могут, короче, докопаться, вот и все.